Как вы уже догадались, у меня здесь не так много брендов. Сразу скажу, что видео не спонсировано, мне никто не платил. Все пользуется мной, эксплуатируется. Собственно, бренды не в курсе, что я снимаю этот ролик. Давайте я вам покажу, что у меня здесь чаще всего используется. Собственно, вот этот вот серум от бренда SkinCeuticals. SkinCeuticals вообще не бюджетный бренд. Я его встречаю очень часто в каких-то салонах, где оказывают косметологические услуги. В общем, он практически пол... наверное, даже профессиональный. Я очень люблю средства с кислотами, и мне безумно нравится этот серум. Он для моей кожи подходит. У них есть еще, по-моему, серум с фируловой кислотой. Так вот, он довольно сильный. И он подошел моей маме. Мне подходит вот это средство, серум 10. Я его использую только на ночь. Единственный момент, он как бы красящий. Если у вас, как у меня, белые наволочки, то они, скорее всего, будут окрашены. Поэтому лучше это делать не прям впритык перед сном. И, например, если вы вечером нанесли этот серум, то на следующий день лучше не загорать, либо использовать максимальную степень защиты. Но кожу обновляет очень круто, и для меня он выравнивает цвет лица. Также у меня есть еще вот такая вот штучка тоже от SkinCeuticals. И я сейчас попытаюсь одной рукой раскрутить. В общем, эта вот штучка такая, представьте, мой бьюти-блогинг. В общем, она похожа на варенье. Не знаю, она на самом деле на вкус даже как варенье. И это очень-очень увлажняющая сыворотка. Наверное, правильно называется сыворотка. В ней тоже есть кислоты. И она реально как варенье. И на вкус, и по ощущениям, мне кожу увлажняет просто бомбически. Я тоже использую ее не каждый день. Использую, ну, наверное, может быть где-то 2-3 раза в неделю. Но у них очень хороший расход. И вот этого у меня пузырька, я уже даже не помню, когда его открывала. Расход очень-очень экономичный, несмотря на то, что цена все-таки не бюджетная. Но вот для сухой кожи, вот к этому малышу присмотритесь, вам подойдет. У SkinCeuticals, sorry, у меня есть еще такая вот умывалочка. Она очень мягкая, вообще не ощущается на коже. И ее я использую в конце. То есть после того, как использовала все другие умывашки, которые я вам дальше покажу, я ей в конце смываю остатки других средств. Вообще не чувствуется на лице, но при этом не пересушивает кожу. Тоник у меня тоже есть от SkinCeuticals, но им я не так часто, чтобы пользуюсь. Я его экономлю и использую не на ватный диск, а в ладошки и распределяю по лицу. Тоже его использую после умывания. Забываю, честно, к своему стыду забываю. Но увлажняет тоже очень хорошо. И вот действительно у меня бывает такое, что так как кожа сухая, после умывания она еще больше высушивается. Вот этот вот тоник мне помогает с этим бороться. Так, давайте по порядку. Что тут дальше? Еще у меня есть вот этот вот крем с календулой от Kiehl's. Он хороший, увлажняет хорошо. Но, знаете, запомните такой момент, что его не надо использовать под макияж. Если вы будете использовать его под макияж, ну то есть нанесли и через какое-то время, даже если через 10 минут вы пойдете нанесить макияж, макияж просто с вашего лица убежит. И я его использую только в те дни, когда на моем лице не будет макияжа. Потому что, ну он действительно первый крем, который убирает стойкость макияжа, но увлажняет хорошо. Я вообще обожаю аромат календулы. Не знаю, как вы. Это прям моя любовь. Жалко, что через камеру нельзя придать аромат. По текстуре он такой вот гелевый. И опять же аромат календулы. Это красота. Ну у меня тут еще легендарная водичка Кадали. И я ее тоже за свои кровные покупала. В общем, видите, да, как она у меня использована. Остатки я уже берегу практически. Это такое косметическое баловство. По-моему, на ютубе рассказывала о том, что ей можно и макияж вроде как бы усаживать, не закреплять. Потому что здесь нет ничего, что закрепляет макияж. По аромату, знаете, на что похоже? Такое ощущение, что в воде разбавили звездочку вот эту вьетнамскую в детстве, если вас натирали. Ну, знаете, сомнительно, но кожу как будто бы охлаждает, но при этом какую-то свежесть дает. Я не поняла эту воду. Наверное, все-таки буду покупать еще, когда закончится. Потому что, ну, понимаю, что косметическое баловство, но мне очень нравятся ощущения после нее на лице. Дальше у меня тут ланком пошел. Обалденное гидрофильное масло от этого бренда. Посмотрите, как оно у меня уже заюзано. Я обожаю макияж. Макияж сейчас смываю именно этим гидрофильным маслом. Просто мне, вы видите, присылал бренд. Я его не покупала. Это была рассылка ланком. И я обожаю его. Вот просто нереально. Я думаю, когда закончится, пойду куплю за свои кровненькие. Потому что макияж растворяет потрясающе. Мне даже корейские гидрофильные масла так не растворяли макияж, как этот ланком. Ланком и пленку на лице не создает. Хотя я потом все равно использую мицеллярку. Мицеллярка абсолютно обычная. Мне ее тоже присылали, кстати, на обзор. Я не скажу, что она самая плохая. Неплохая, нехорошая. Я знаю, что она просто очень дорогая. Ну, то есть для мицеллярки у нее высокая цена. Хотя, ну, она мне нравится. Ну, в принципе, сделать плохую мицеллярку, это надо очень постараться. Я ей пользуюсь. Но, кстати, что касается мицеллярок, есть еще один парень от Kiehl's. Посмотрите, да, сколько ее осталось. Вы понимаете, да? Тоже это уже была в рассылке Kiehl's. Мицеллярная вода с травами вроде как. Она действительно имеет аромат. Если вот эта вот водичка от ланком ничем не пахнет, то здесь есть небольшая душка, и она именно такая цитрусовая. Вот, лимон-баум. Я могу сказать, что смывает макияж хорошо, и в составе есть масла. То есть, видите, вот этот осадочек, это масла. То есть, я ее взбалтываю, и только после этого наношу на ватный диск и смываю макияж. Я ее использую, когда есть более водостойкий макияж. А ланкомовскую, когда макияж легкий, повседневный. Тут еще вот скраб у меня от ланком. Видите, тоже попользованный. Он с розой и с сахаром. Тоже мне бренд присылал. Я могу сказать, что просто хороший, легенький-легенький совсем скраб. И у меня в первые секунды после нанесения этого скраба лицо нагревается. Ну, то есть, это длится буквально 3-4 секунды. И я чувствую тепловой эффект. Иногда мне это нравится. Иногда я такого эффекта не хочу, и тогда этот скраб не использую. Но, не знаю, мне кажется, он, конечно, дороговат. Просто хороший, такой легкий скрабик для тех, кто не любит хардкорные варианты. Сейчас я его все-таки использую, но, как видите, не очень часто. Еще мне очень нравится бренд CeraVe. Не так много средств я вам показывала, хотя на ютубе, по-моему, побольше. Вот. Вот именно вот эта умывалка для нормальной и сухой кожи, мне нравится. Я ее чередую с вот этой от SkinCeuticals. И даже чаще я эту беру с собой в путешествие, потому что, видите, такой travel-вариант. Она безумно легкая, и после нее мне даже не хочется наносить крем, несмотря на то, что кожа все-таки сухая. Очень хорошая умывалочка. Так что, если с этим брендом не знакомы, у них много классных продуктов. Обратите свое внимание. Так, тут у меня еще есть клиник. Я тоже показывала вот эту штучку, которую, когда ты отдельно картридж покупаешь и отдельно основу. Немножко у меня запачкалось. В общем, пользуюсь, но пользуюсь не так, чтобы активно. Чаще использую на шее, потому что люблю прям питательный эффект для шеи. Для шеи мне очень нравится. Для лица иногда тяжеловато. Использую в те дни, когда мне никуда не нужно выходить. То есть, утром сделала масочку. И потом наношу вот этот вот крем, потому что он довольно плотный. Так, ну, тут у меня дальше уже пошел неуход. Там ирригатор, зубная щетка, ополаскиватель, паста. Вот эта вот штучка, кстати, вообще нужная всем. Тус Мусс называется. Когда брекеты носила, с ней познакомилась. Жидкая эмаль. Потому что есть такая вроде от Рокс. Но вот эта Тус Мусс, она японская, намного лучше, чем Рокс. Она, по-моему, даже подороже, раза в два. Но хватает на очень долго. Обязательно загуглите, что это и для чего. Потому что, мне кажется, это актуально всем. Если у вас также зубы любят, чтобы в них появлялся кариес, то вот без этой штуки вы жить не будете. Потому что я вот, например, с тех пор, как носила брекеты, это было еще в школе, постоянно, регулярно использую эту штучку. Ну вот, это такой вот зенерит, конечно, там, когда что-нибудь подсушить нужно. Вот такой вот лайтовый обзор. У меня, конечно, намного больше средств, которыми я периодически пользуюсь. Но здесь именно то, что вот реально стояла ванная. То, что я хотела вам показать. Бюджетного здесь ничего нет. Но про бюджетные какие-то уходовые вещи я не так часто рассказываю. Я в основном рассказываю про бюджетную декоративку. А вот уход у меня все-таки чуточку, но подороже. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, то дайте мне знать обязательно в комментариях. Я буду снимать дальше. И можете даже подсказать какие-нибудь идеи, что мне еще снять. Вот, собственно, все.